приветствую вас на первом циничном канале и сегодня расскажу каким образом вы можете запросто лишиться квартиры просто ну части квартиры точно можете лишиться на улице не останетесь но части недвижимого имущества можете лишиться сам про этот вариант узнал совсем недавно я юрист по образованию но все-таки нынешнюю практику не отслеживаю уже давно ушел из этого дела но вот один из камрадов на встрече в сергием посаде камрадов мужского движения поделился ситуацией вот сейчас он находится в таком очень подвешенном состоянии очень большие проблемы возникли и так чтобы не ходить вокруг да около вы знаете что по семейному кодексу совместно нажитое имущество имущество нажитое в браке супругами является совместной собственностью супругов соответственно при разводе делится пополам на пополам но я уже давно говорил что государство конкретно протягивает руку на добрачное имущество уже было много законопроектов относительно того как бы у мужчины отжать имущество нажитое до брака по-разному по-разному подходит к этому вопросу это и содержание там элементное содержание бывших супругов но как правило это женщина будет содержание это и содержание того супруга с которым остался ребенок например в случае невозможности найти работу но опять же мы знаем что в 95 процентах случаев ребенок остается с бывшей женой поэтому это опять же содержание мужчины и женщины то есть очень много законодательных инициатив по отжиму добрачного имущества и послебрачного так вот еще есть одна вариация вы можете реально остаться без части квартиры даже если эта квартира добрачно нажито у вас в собственности бывшая жена к ней не имеет никакого отношения вообще запросто могут оттяпать очень неплохой кусок и так я вам прочитаю сейчас практически полностью 31 статью жилищного кодекса и друзья думайте еще раз говорю думайте перед тем как вы идете в загс думайте какой приговор вы можете себе подписать но собственно 31 статья жилищного кодекса не семейного права и обязанности граждан проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении то есть помещение принадлежит собственнику и так первая часть к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающий совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг а также дети и родители данного собственника. Другие родственники нетрудоспособны иждивенциям и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи. Вот это ключевой момент. То есть список не исчерпывающий и другие граждане. Какие другие? Но усмотрение суда, нужно это понимать. Если они вселены собственником в качестве членов семьи. То есть смотрите, кого вы вселяете. Я всегда считал, что если вы прописали кого-то в собственном жилом помещении, то выписать его оттуда элементарно. Прописку ему там или прописку, или же регистрацию аннулировать. Но тем не менее, смотрите дальше. Не так это просто. Даже если доли нету. Вторая часть. Члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением наравне с его собственником. Если оно не установлено соглашением с членами семьи. Ладно. Члены семьи собственника жилого помещения обязаны использовать данные по назначению. Все Часть нас не интересует. Нас больше всего интересует четвертая часть. Внимание, в случае прекращения семейных отношений, то бишь развод собственником жилого помещения, право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иной не установлен соглашение между собственником и бывшим членом его семьи. Ладно. Если у бывшего члена семьи собственника жилого помещения отсутствует основание приобретения или осуществления права пользования иным жилым помещением, а также если имущественное положение бывшего члена семьи собственника жилого помещения и другие заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением, право пользования жилым помещением, принадлежащим указанному собственнику, может быть сохранено за бывшим членом его семьи на определенный срок на основании решения суда. При этом суд вправе обязать собственника жилого помещения обеспечить иным жилым помещением бывшего супруга и других членов его семьи, в пользу которых собственник исполняет алиментные обязательства по их требованию. Знаете, что это значит? Я не знаю, может быть быстро читал. Там дальше почитайте пятую часть, но давайте я ее зачитаю. По истечении срока пользования жилым помещением, установленного решением суда, принятым с учетом положения четвертой части настоящей статьи, соответствующее право пользования жилым помещением бывшего члена семьи и собственника прекращается, если иное не установлено соглашением. До истечения указанного срока пользование права жилым помещением бывшего члена семьи прекращается одновременно с прекращением права собственности на жилое помещение этого собственника. Так, ну, в принципе, понятно. Так вот, если кто-то не понял, что это значит? Что это может значить на практике? Вы разводитесь, вы прописали жену в вашу собственную квартиру, нажитую до брака. К примеру, у жены нету сейчас, то есть она показывает документально, что ей некуда идти. Выписать вы ее не сможете, потому что, как я уже прочитал, суд вправе сохранить право пользования. Ну, это сервитут, по сути, право пользования, то есть она у вас будет проживать. И, более того, вас вправе обязать собственника жилого помещения обеспечить иным жилым помещением бывшего супруга. То есть вас, по сути, обязуют подарить помещение, квартиру бывшей жене. А теперь подумайте, основная масса людей, каким образом может выполнить это обязательство? У вас есть вот заначка на квартиру, на иное жилое помещение? Нет. То есть для основной массы это будет означать, продай эту квартиру свою, на часть купишь более хреновое жилье себе, а часть в исполнении решения суда отдашь бывшей. Вот и все. И то, что квартира не в браке нажито, роли не играет. А теперь подумайте вот еще над чем. Жене бывшей некуда идти. И, кстати говоря, не только жене, но и других членов семьи, в пользу которых собственник исполняет алиментные обязательства по их требованию. То есть, знаете, это как будет выглядеть? Вы продадите квартиру и, дай бог, четвертую часть потратите на приобретение себе халупы, потому что иначе вам идти некуда. А три четверти вы потратите на жену и детей, в отношении которых еще и алименты платите, потому что их больше. То есть там могут поделить соответствующим образом. Вы каждому должны предоставить определенное жилое помещение. И по нормам вы будете там не ниже нормы. То есть, короче говоря, халупы вам и квартиры им. А дальше у вас алименты в твердой денежной сумме. Вот так это может быть. И теперь подумайте еще вот над чем. Вы расписались, поженились, у жены есть куда идти. К примеру, у нее есть в собственности имущество. Вот пока она в браке состоит, она запросто может переписать это имущество на маму. Вы этого даже не узнаете. Это ее квартира, она никакого отношения не имеет. Быстренько она ее там на маму переписала. И когда вы разводитесь, опаньки, сюрприз, жене некуда идти. Все. Есть квартира мамы, мама скажет, все, это, как говорится, уже она и никто. Все, 18 лет исполнилось. Эта квартира может быть переписана на кого угодно. На брата, свата. И то, что вы женились у жены, была какая-то недвижимость, было куда идти. Это не значит, что у вас не будет такой сюрприз во время развода. Короче говоря, может оказаться, что раз, развод. А документально жене некуда идти. И, во-первых, она продолжает жить в вашей квартире. Пофигу, что она добрачно нажита. Право пользования сохраняется. Во-вторых, суд обязывает вас, по сути, подарить ей квартиру. Где вы деньги возьмете? Только продав эту. Если есть дети, то я уже сказал, что там распил может быть неравный. То есть, вы должны будете подарить ей столько, что это стоимость там трех четвертей вашей квартиры. То есть, вы в комнате останетесь. Вы можете из двушки вылететь в коммуналку, в комнату. А на остальное купить нормальную приемлемую однушку и подарить бывшей. Собственно, куда она будет новых пап для ваших детей водить. Олени очередных. С вас будут алименты получать. Ну, чтобы было, как говорится, что на стол поставить новым папам. А новые папы будут там ваших детей воспитывать. Вот так, друзья. Это законодательно закреплено. И Камрад, с которым я поговорил с Сергием Пасаде, он сказал, что судебная практика сейчас такова, что вот именно так это и исполняется. То есть, бывшей жене вы должны будете подарить. Думайте. Думайте, прежде чем идти в ЗАГС. Думайте, прежде чем вселять кого-то в ваше собственное помещение. То есть, если вы вообще каким-то образом, там, не знаю, башкой стукнулись обо что-то и пошли в ЗАГС, вы должны быть нищим. У вас все должно быть переписано. То есть, отжать ваше добрачное имущество, расплюнуть. Более того, есть имущества, которые не входят в совместно нажитое. Например, дарственное и наследство. То есть, если в браке вы получаете, к примеру, по наследству квартиру, то она не будет при разводе пилиться. Это не считается совместной собственностью супругов. Так вот, ну, вы будете и длиналичным собственником. Вот все то же самое, что я сейчас перечислил, запросто. То есть, вы женились, вы гол как сокол, к примеру, живете вместе, там, в халупе в какой-нибудь. Вы во время уже брака, ну, там, не знаю, к сожалению, мы смертные. Бабушка, дедушка перешли в мир иной, оставили вам квартиру. Вы туда, как олень благородный, вписываетесь вместе с женой, но вы собственник, хотя бы 100%. Потом, вот таким образом, у вас, может быть, эта квартира отжата. Я только что прочитал. Поэтому думайте, думайте, еще раз думайте. И когда вы читаете семейный кодекс, что, там, добрачное имущество не делится, что оттуда следует, это не единственный кодекс, который есть. А вот жилищный кодекс, как раз, дает очень серьезные рычаги по распилу добрачного имущества. И обратите внимание, на кого, скажем так, эти рычаги нацелены. То есть, это, да, бывший супруг, вообще, без пола, как бы, берется, там, не супруга, а супруг. Но и тут еще идет, в пользу которых собственник исполняет, бывший член семьи, в пользу которых исполняет алиментное обязательство по их требованию. С кем дети остаются? Кто исполняет львиную долю алиментных обязательств сейчас в России? Мужчины или женщины? Женщины, это экзотика. Когда дети остались с мужчиной, женщина платит алименты. Это экзотика, реально. В основном, это мужчина уплачивает алименты бывшей жене, с которой остались дети. Так вот, понимайте, против кого эта статья написана. То есть, да, как бы, все равны, но... И обратите внимание, каким образом вообще сама статья составлена. Смотрите, четвертая часть. В случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения, трам-пам-пам-пам, бывшие члены семьи этого жилого помещения, право за ними не сохраняется, если иное не установлен соглашением. А дальше идет, если у бывшего члена семьи помещения отсутствуют основания, то может сохраняться. Знаете, вот структура, вообще логики здесь, это структура лжи. Не сохраняется, но может сохраняться. Это, по сути, по структуре, так-то оно так, да не так. Вот когда вы видите такие вещи в жизни, это просто отдельная тема, когда вы видите такие вещи в жизни, то просто чуйте, даже если вы не поняли, что это значит, вас хотят лохануть. Это лохотрон. Потому что, когда вам говорят, да, но нет, это лохотрон. Да, вы спрашиваете, да. Но не совсем. Да, но нет. Да, но есть исключение. Лохотрон. То есть, вот это улавливайте. Улавливайте вот этот метод. Потом уже, если вам интересно, разбирайтесь, где там лохотрон. Разбирайтесь, как он работает. Но хотя бы не идите. Не идите вот под эту гильотину. То есть, если вы видите, что я здесь пройду, не опасно, да. Но не то, чтобы так вот. Просто да. Да, оно только да. А если да, но да не совсем обычная гильотина, поэтому тоже будьте аккуратны. Не только в этой ситуации, а вообще во всех аналогичных ситуациях, когда вас явно на бойню ведут. И еще раз говорю, думайте.